ребята и снова всем привет значит сегодня будем делать очень вкусные сырники сырники у нас будет будут творожно-картоши значит что нужно что в первую очередь нужно нужен творог сколько здесь грамм пол килограмма творога посмотрите творог вот такой вот как бы мелкий значит что нужно сделать берете творог крупный же вы понимаете берете сито и через сито вдавливаете творог и он получается на выхлопе получается вот такой вот воздушный раз второе варим картошку сколько здесь картошки 6 6 средних картошин делаем варим картошку и делаем из этой картошки пюре значит как пюре сделать сварили картуку просто воду слили ничего не добавляете просто воду слили потолкли то есть обычно пюре делается вы добавляете что-то там сливки либо там молоко а тут ничего не добавляете просто воду сливаете делаете такую пюре 6 картошин средних дальше здесь уже поняли сколько яиц 2 яйца 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 желательно чтобы были домашние дальше добавлю полторы ложки сахара и паса по целю по вкусу смотрите начинаем делать делать выкладываю картошку картошку пюре вот сюда в творог есть теперь насыпаю выливая яйца сейчас я сразу же положу полторы ложки сахара столовой ложка и полу ложки и вот эту массу мне нужно мне нужно одну минутку вот эту массу мне нужно посолить по вкусу ну примерно на глаз солите еще чуть-чуть добавлю все этого будет достаточно мне кажется все и теперь значит мне нужно перемешать творог с картофельное пюре и с этим яйцо чтобы распределилась все равномерно вот таким образом повторяйте за мной смотрите как нужно это делать вот так вот перемешали посмотрите уже почти однородная масса но не почти она уже есть однородная масса теперь берете и вот таким образом как бы сдавливаете сдавливаете передавливаете ложкой для того чтобы все кому комочки которые остались чтобы их смять вот таким образом таким образом ребята чуть-чуть забыли важный момент еще нужно добавить муку муки у нас на столе не было значит через сито добавляем муку понемногу на глаз сейчас жена вам скажет как определять на глаз расскажешь люди понимали по тесту будем смотреть по тесту в общем ориентироваться ну теперь давай показывай как ты будешь определять на глаз потому что ты объясняешь людям которые впервые смотрят которые учатся так же как как и все да мы тоже первый раз их делаем ребят я вам сказал в начале видео что очень вкусные но по-любому они будут вкусные у нас ничего вкусного не не получается ну как по вязкости еще надо но как определить как плоско не проворачивалась нет когда не будет прилипать ну как чуть-чуть будет прилипать только к рукам сейчас расскажешь ну понятно еще значит добавляем сколько в итоге получилось тут вот сейчас стакана 2 стакан где-то муки сейчас будем вымешивать дальше ребята значит чтобы вот эта масса не прилипала к рукам сейчас это все вымешивается ложкой а потом вымешивается руками как обычное тесто вот когда значит тесто уже прилипать рукам не будет это означает что муки достаточно так теперь пошел замес ручной вот таким образом делаете вы замес теперь тесто раскатывается на столе значит насчет того что я говорил не должно совсем уж прилипать так слегонца чуть-чуть чуть-чуть но текста тесто липнет вот делаем первый раз и пытаемся разобраться значит с устройством в кавычках этого теста потому что обычно как бы когда достаточно муки она не прилипает но здесь уже значит здесь сюда уже добавили в тесто два стакана 250 граммов муки ну пол килограмма муки уже всыпали и этого уже вполне достаточно но тесто все таки все таки прилипает или уже не прилипает относительно в общем не прям таки что прям аж не отлипает от рук но относительно немножечко должно прилипать поэтому запоминайте насыпали сюда еще пол килограмма муки на руках как бы остается его меньшая часть да вот такой вот загадочный колобок который прилипает поставил я сковородку на плиту сейчас я налью масло значит масло налил теперь сейчас его разгоню по сковородке и все тем временем пока масло разогревается сейчас будем нарезать тесто это ты сама делая доверия жене смотрите внимательно как это делается сейчас будем на порции разделять вот этого колобка смотрите учитесь все у вас получится ребята даю стопроцентную гарантию режем на порцию на каждый оладушек чуть-чуть погрубче обваливаем муки до полу фабрикатик ленка не помирай чуть-чуть громче круглую форму придавайте вот так вот да ну и все вот таким образом значит нарезаете тесточка в общем с одной полоски вот этой вышло 4 оладушка оладушки такие пышные ой извиняюсь сырники они такие пышные не тонкие и не толстые средние а ну-ка дальше себя такой поближе вот такие вот оладушки ребятушки ребятушки ребятулечки давайте посмотрим дальше это происходит здесь конечно их будет побольше здесь штучек пять выйдет потому что ближе к центру режим все то же самое процесс будет уже самый берем делаем не боимся если что-то не получается то знаете первый блин всегда комом ребята первая порция оладушек точнее сырников блин все мне в голове оладушки эти первая порция сырников уже на сковороде масло разогрелось пусть немножечко прожарится потом не забываем посматривать под вниз оладушка чтоб они не пригорели прошло буквально одна минута прошла теперь как и переворачивать мель двумя вилками смотрите на вот эту вилку подаю и переворачиваю и на другую сторону видите этот еще не дожарился а этот я еще оставлю давайте посмотрим что происходит по центру этот рано перевернул ну пусть он обжарится потом его еще разочек вот таким образом вот посмотрите на вот этот этот более-менее уже готов ну не мешало бы еще раз его перевернуть еще раз обжарить в сторону чтобы он был такой зажаристый вот таким образом делайте двумя вилочками почему двумя потому что масло раскаленное вот смотрите вы подаете на эту вилку все сырник этот никуда не двигается просто аккуратно опускаете одной вилкой ну опасненько потому что он может ляпнуться в масло потому что масла много и масляные ожоги но они такие неприятные они потом долго заживают поэтому старайтесь все делать по технике безопасности вот такие вот сырнички румяные значит поджарили их еще такая красота получается если у вас порция теста больше чем было чем у нас то соответственно старайтесь масло потом поменять потому что масло становится старым вот желательно масло обновить слить это масло и добавить новое но если у вас в том случае если у вас будет ну в общем замес больше чем был у нас если у вас там много человек семье вот осталось чуть-чуть дожарить значит последнюю порцию вот такие вот уже получились полная тарелка оладиков скоро будем вместе с вами их пробовать ребята значит не дождался окончания дожаривания сырника у нас еще осталось их штук наверное штук 10 точно лежит хочется попробовать так как слюни уже слюнки текут значит сейчас давайте я его так вот разделю и вы посмотрите значит все прожарилось все четко сейчас его попробую необычный вкус необычный вкус сырник и как сырник и как значит чтобы у сухомятку их не есть значит лучше кушать со сметаной мы забыли купить сметану поэтому сейчас сделаем чай и в прикуску с чаем будем есть эти вкусные сырнички если понравился вам видос подписывайтесь на мой видеоканал ставьте свои лайкоса а также ребята сейчас я буду наверное все таки я одну запись видео не хотел рисковать но все таки попробую их со сгущенкой съесть значит сразу вам скажу сгущенка очень клевая эта сгущенка напоминает сгущенку которая была времен СССР очень качественная кто ее выпускает фирма производитель значит в каких уже догадались да она идет в такой упаковке и в железной банке в общем кто выпускает такую сгущенку такую вкусную сгущенку я расскажу в следующем видео поэтому подписывайтесь на мой видеоканал и смотрите следующее видео про эту сгущенку я расскажу вам классную историю все ребята всем до новых встреч сейчас буду кушать сгущеночка сытники делайте репост данного видео пока пока